Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в удивительный мир древних хищников, оставшихся живыми до сих пор. Добро пожаловать в новое видео, посвященное грибнистому крокодилу, одному из самых фееричных созданий, населяющих нашу планету. Грибнистый крокодил – это настоящий великан мирных болот и солончаков. Сегодня мы погрузимся в их удивительный мир, узнаем о их потрясающих адаптациях и увидим, как они справляются с жизнью в суровых условиях тропических водоемов. А теперь давайте отправимся в увлекательное приключение. Когда-то в далекие времена археологи и палеонтологи сделали захватывающее открытие, перенесясь в мир доисторических чудовищ. Это произошло в 1823 году, когда Франсуа Перрон и Шарль Фрежене отправились в далекую Австралию в рамках экспедиции на борту корабля «Урания». В ходе своих исследований они обнаружили древнего жителя водных просторов – грибнистого крокодила. Очарованные этим величественным существом, они внимательно изучили его особенности и внешний вид, зафиксировав каждую деталь. Это был важный момент в истории науки, ведь до этого времени о грибнистых крокодилах было мало известно. Грибнистые крокодилы – это не только величественные создания, но и настоящие хищники, которые не знают страха. В течение года регистрируется около 30 нападений на людей, а ужасающая статистика гласит, что от третьей до половины этих встреч заканчиваются трагическим исходом. Одним из самых потрясающих эпизодов в истории встречи людей с этими существами было сражение на острове Рамрии в феврале 1945 года. Англо-индийский десант приступил к высадке, а японский контингент отказался сдаться. Около тысячи солдат попытались пройти через мангровые болота, стремясь выбраться к морю. Но на их пути встали грибнистые крокодилы. В этой битве лишь 20 японцам удалось выжить и попасть в плен. Остальных проглотили прожорливые чудовища. Это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как одно из величайших бедствий, причиненных людям животными. В 1950-60-х годах грибнистые крокодилы оказались на грани исчезновения из-за активной охоты на них ради ценной кожи. С 1973 года они находятся под защитой Вашингтонской конвенции о международной торговле редкими видами животных и растений. Сегодня в Австралии существуют специальные питомники, где заботятся о сохранении этого удивительного вида. Грибнистые крокодилы – настоящие мастера адаптации, встречающиеся в самых удивительных уголках планеты. Они осели в Индии, взбираясь на песчаные берега Австралии, у самого Индийского океана и даже завоевали архипелаг Палау. Эти необычные существа ощущают себя комфортно и в пресной, и в соленой воде. Грибнистые крокодилы не просто обитатели воды, они ее художники. Они выбирают свои дома с умом. Побережье океана, небольшие реки, загадочные озера, болота и удивительные заливные луга. Здесь они ведут свои величественные водные балеты. Когда наступает момент великих путешествий, грибнистые крокодилы превращаются в настоящих исследователей. Они могут покорять открытое море, переплывая от одного острова к другому, словно настоящие морские воины. В предпочтениях этих удивительных созданий места с глубокими водами и уютными пологими берегами, где они ощущают себя как дома. Заглянем в далекие эпохи динозавров, где грибнистые крокодилы удивляли своими величием. С тех пор они сохранили свои удивительные черты практически неизменными. И хотя сейчас экземпляры в 7-8 метров стали редкостью, они продолжают завораживать своей мощью. Грибнистые крокодилы мастера роста на протяжении всей своей жизни. Определить возраст крокодила проще простого, достаточно обратить внимание на окрас кожи. Молодые особи светло-желтого цвета, усыпанные черными пятнами, словно звездное небо. Взрослые крокодилы, как истинные мудрецы, увенчаны темно-зеленой короной, украшены светлыми пятнами. Большая вытянутая голова с мощными челюстями – главное оружие крокодила. В ней зубов до 68 штук, но именно маленькие, раскрывающиеся мышцы слабы. Вместо этого захватывающие мышцы крокодила способны удерживать даже взрослого человека. Грибнистый крокодил не просто мастер-плавный, но и искусный говорун. Его зрение и слух сделали его настоящим охотником-профессионалом. Вместе с тем, грибнистый крокодил не говорит словами, но издает звуки, напоминающие лай собаки или мучание коровы. Он чувствует себя великолепно в соленой воде, часто встречаясь в прибрежных областях, рестуариях и лагунах. Нередко они вытесняют даже акул из этих вод. Взрослые самцы выбирают свои территории с умом, включая пресноводные водоемы для размножения. Они готовы оставить свои земли с огромной решимостью, ибо не всякому под силу покорить это чудовище. Грибнистый крокодил – настоящий король охоты, предпочитающий крупную добычу. Черепахи, антилопы, вараны, даже домашний скот попадается в его цепкие зубы. И даже если потенциальная жертва превосходит его в размерах, это не останавливает грозного хищника. Молодежь крокодилов предпочитает менее капризные угощения. Рыбу и разнообразных беспозвоночных. Их точный рецептор и острый зрительный аппарат помогают заметить добычу даже на довольно больших расстояниях. Однако они не заморачиваются с жеванием и предпочитают разорвать и проглотить добычу кусками. Грибнистый крокодил имеет в своем арсенале особый помощник для переваривания камней, которые он глотает. Они размельчают пищу в желудке, помогая извлечь из нее максимум питательных веществ. Важно заметить, что этот хищник никогда не обращается к падали, если только он не в крайне слабом состоянии и не в силах охотится. К тому же, грибнистый крокодил – истинный гурман, он не касается испортившейся еды. За один прием пищи он способен проглотить половину своего веса. Эта необыкновенная способность позволяет ему выживать без еды целый год, если придется. Он настоящий мастер выживания в мире природы. Грибнистый крокодил, несмотря на свою могучую силу и величие, также имеет своих естественных врагов в природе. Важно помнить, что даже такому великому хищнику, как он, не дано быть непобедимым. Одним из главных противников грибнистого крокодила является человек. Охота и уничтожение среды обитания ставят под угрозу их численность. Кроме того, иногда происходят столкновения с другими хищниками, такими как большие акулы и морские котики. Другой враг – это болезни и паразиты. Некоторые инфекции могут ослабить и даже угрожать жизни грибнистого крокодила. Однако природа вложила в них потрясающие адаптивные механизмы, что делает их более устойчивыми к неблагоприятным условиям. Но самым коварным противником грибнистого крокодила может стать изменяющаяся природная среда. Потеря мест обитания, изменение климата и деградация экосистемы могут представлять серьезную угрозу для этого удивительного вида. Сезон дождей становится магическим временем для грибнистых крокодилов. Когда нет ни адской жары, ни апокалиптической засухи, эти величественные создания – настоящие полигомисты. Их гаремы насчитывают более 10 самок, готовых к размножению. Самка начинает свой акт творения создания – настоящие крепости из листьев, ветвей и грязи. Высота этого гнезда достигает 50 сантиметров, а диаметр – до 2 метров. Внутри поддерживается уютная температура, на которую, к слову, влияет будущий пол маленьких хищников. Если термометр показывает выше 32 градусов, появятся самцы. Если ниже, мир будут населять самочки. Здесь, в этом убежище, она осторожно помещает яйца. За один раз в этот домик могут попасть до 90 чудных яиц. Но только 5% малышей судьба сулит расти и взрастать. Остальные – это добыча для других хищников. Самка нежно охраняет свое потомство, пока не услышит слабый писк – сигнал, что малыши готовы начать свой путь. Она осторожно расчищает путь к воде, помогая им освоить новую среду. В течение первого года малыши остаются под надежной защитой матери, а затем отправляются исследовать мир на своей ноге. Впереди великолепное приключение, ведь средняя продолжительность жизни грибнистого крокодила превышает 70 лет. Грибнистый крокодил входит в десятку самых агрессивных и опасных хищников планеты, но он никогда не нападает без всякой причины. Все свои силы он направляет на защиту своей территории и борьбу за выживание. Обычно грибнистые крокодилы предпочитают охотиться днем, подстерегая добычу в прибрежных водах. Как только потенциальная жертва подходит ближе к берегу, крокодил с молниеносной реакцией кидается в атаку, сбивая с ног своим длинным могучим хвостом или схватывая конечность своими железными челюстями. В Австралии ходят легенды о том, что в небольших поселениях у берегов рек практически нет семьи, которой бы не пришлось столкнуться с крокодилом. Опасность этих хищников неотъемлемая часть их величия в природном мире. Спасибо, что погрузились в удивительный мир грибнистого крокодила вместе со мной. Надеюсь, вы узнали много интересного и захватывающего. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные приключения в мир дикой природы. И обязательно оставляйте лайки и пишите комментарии. Берегите природу и до новых встреч!